Привет, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич, штат Западная Вирджиния Я как всегда благодарю вас, что вы пригласили меня в свою гостиную В свой дом, в свой номер в гостинице Вам понравится сегодняшняя проповедь В церкви «Волна» мы говорим вашу жизнь Поэтому приготовьтесь, это послание изменит вашу жизнь Вы удивитесь, как актуальны Слово Божие в каждом дне нашей жизни Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев Симона, называемого Петром И Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы И говорит им, идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков Как видите, Иисус здесь приглашает их последовать за Ним Я называю это место призванием Иисус подошел к Петру и призвал его Он призвал Петра и его брата Андрея Есть что-то невероятное в том, когда Бог призывает тебя Ты сразу отвечаешь на его призыв Мне нравится, что Петр, не задумываясь, последовал за Иисусом Смотрите, и они тотчас, оставив сети, последовали за Ним Увидел он других братьев Зеведеевых в лодке с Зеведеем, отцом их, и призвал их И они тотчас, оставив лодку, и отца своего, последовали за Ним Мне нравится, что Петр сразу же осознал, что его призвал Господь И он без колебаний последовал за Ним Если понаблюдать за жизнью Петра, то в Евангелии от Матфея, 14 главе, 9 стихе Мы видим чудеса Ученики видели много невероятных чудес Но это чудо было особенным Петр участвовал в чуде, в котором не принимал участия ни один другой ученик Такое чудо явил один лишь Иисус И только Петр смог участвовать в этом чуде, по примеру, Иисуса Библия говорит, что они плыли в лодке и увидели Иисуса, идущего по воде Они испугались, думая, что видят призрака Но потом они поняли, что это Господь В лодке были и другие ученики Но именно Петр сказал Господь, если это ты, то позволь мне прийти к тебе по воде Я хорошо понимаю Петра Он увидел нечто крутое У этого чуда нет другой цели, кроме того, что это круто Вы понимаете? Возможно, цель чуда в том, что Иисус господствует над водой И что вода не препятствие для Иисуса Но мне нравится тот факт, что когда Иисус явил это чудо, Петр говорит Господь, я тоже хочу попробовать Смотрите, что далее говорит Библия Мне так это нравится Мы ведь с вами знаем, что было дальше, да? Что Петр отвел взгляд от Иисуса И обратил внимание на волны вокруг Но вот вам 14 глава, 29 стих Он же сказал Иди И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу Всякий раз, когда вы отводите взгляд от Иисуса И смотрите на обстоятельства вокруг вас Вы начинаете тонуть Люди часто говорят о конце этой истории Но Петр единственный, кто вообще решился пойти по воде И Библия говорит, что Иисус протянул руку и вытащил Петра Я не знаю, внимательно вы читаете Библию или нет Я надеюсь, что очень внимательно Но Иисус не затащил Петра обратно в лодку Но они шли по воде вместе далее Я хочу быть таким, как Петр Тоже хочу говорить Господь, мне так хочется попробовать Если ты это делаешь, я тоже хочу Если есть такая возможность, я ей воспользуюсь Здесь есть откровение о личности Петра Если вы помните, его имя сначала было Симон Иисус назвал его Петром Посмотрим, что говорит Библия в Евангелии от Матфея 16 главе 13 стихе Я хочу показать вам, каким был Петр Придя же в страны Кесарии Филипповой Иисус спрашивал учеников Своих За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого Они сказали, одни за Иоанна Крестителя Впечатляющий ответ На тот момент не было никого более великого, чем Иоанн Креститель Многие обращались к Иоанну, чтобы послушать его учения Даже римские воины приходили и слушали его проповедь Поэтому сравнение с Иоанном Крестителем стоило многого Это уже уровень Итак, одни за Иоанна Крестителя принимают тебя Другие за Илью Сегодня утром мы слышали об Илье Весьма значимая особа в Царстве Божьем Спасибо, что откликаетесь на мои слова Айны за Иеремию, так? Аминь Иеремия был пророком, возвещающим Слово от Господа Которая много раз обращала нацию к Богу Тоже впечатляющее сравнение Он говорит им, а вы за кого? И читайте меня Симон Джипетр, отвечая, сказал Ты Христос? Сын Бога Живого Представьте И Иисус их призывает Симон, следуй за мной Андрей, иди за мной Петр считает Он позвал меня за собой Так что если он идет по воде, я тоже пойду Иисус ходил по воде Иисус обещал, что дела, которые он творит И мы будем творить И даже больше сих чудес Который говорит Я хочу увидеть чудеса Большие Иисус отвечает Блажен ты, Симон Имя Симона означает Полевая трава или сорняк Если помните В каббойских фильмах По городу катится перекати поле Или может вы видели водоросли На пляже после прилива Потому что куда идет волна, туда и морские водоросли Водоросли берут свое направление от волн И там, где прибой, там всюду полно водорослей Вот кем раньше был Симон Вот что означало его имя Ему можно было вставить пальцы в нозды И повезти его за собой куда угодно Вот значение слова Симон Куда ветер дунет, туда и сорняки катятся Где дует ветер, где обстоятельства и разные ситуации в жизни, там и сорняк Иисус сказал ему Блажен ты, Симон, сын Ионин Потому что не плоти, кровь открыли тебе это Но Отец мой, Сущий на небесах И я говорю тебе Теперь ты Петр В греческом языке Петра Петра означает камень То есть куда бы ни направлялось течение или волны Они тебя не поколеблют Ты камень Ты не катишься за ветром Ты постоянный, стабильный и непоколебимый Ты сильный и крепкий Только подумайте об этом Ветер больше на нас не влияет Мы непоколебимы Потому что в вас есть что-то надежное и прочное Вы противостоите силам природы И теперь, когда ты знаешь, кто я Я скажу тебе, кто ты Пока ты знаешь, кто ты Ты не сможешь познать, кто он И ты не можешь познать его, пока Отец не откроет тебе Духом Святым Не плоти, кровь открыли тебе это Это сказал тебе не какой-то человек Ты не услышал это на служении Сам Бог открыл твое сердце Твой дух И открыл твои глаза Теперь ты не идешь на поводу у мнения людей Тебе все равно, что звучит с экранов Тебе все равно Когда над твоей верой в Бога смеются Ты просто твердо это знаешь в глубине своего сердца Через откровения от Бога Небеса Что бы мне ни говорили Я просто знаю, что Иисус живой Я знаю, что Он воскрес из мертвых Я знаю Его И когда вы знаете, кто Он Вы сможете узнать, кто вы Вы можете это знать Вы должны это знать Послушайте меня внимательно Только зная, кто Он такой Вы можете познать, кто вы Пожалуйста, присаживайтесь, друзья Мне нравится этот Петр Смотрите, что еще происходит Кстати, об этом Написано в той же главе В 16 главе Евангелия от Матфея Итак, только что Прозвучал вопрос Иисуса За кого вы почитаете меня И в этом же контексте Иисус говорит то, что Петр не может воспринять Он говорит, друзья Кстати, Сыну Человеческому предстоит пострадать И быть распятым Скоро Меня с вами не будет И Петр, Камень Кто только что получил откровение от Бога Отца О том, кто есть Иисус И в результате Иисус сказал ему, кто Он И после такого откровения Такого чуда Произошло то, что я называю Неправильная верность Петр говорит Иисусу Господи, да не будет этого с Тобою Что? Умереть сейчас? Только все начало вырисовываться Это разрушение Римской империи И восстановление Израиля Ты же пришел, чтобы По-новому построить Дом Божий И вот смотрите, что Иисус отвечает Петру Когда тот Воспрещал Ему идти на крест Он же сказал Петру Не Симону, а именно Петру Тому, кому Он дал новое имя Этому новому человеку Он сказал ему Отойди от Меня Сатана Что? Он говорит Ты Мне соблазн Потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое Я верю всем сердцем, что в тот момент Иисус Видел слова Петра Видел, что эти слова пришли из Ада Но Библия говорит, что Иисус был заклан еще до основания мира Он был нацелен на то, чтобы взойти на крест И всякий, кто говорил против его цели Миссии И предназначения Говорил то, что от мира, а не от Бога Говорил под влиянием бесов Я не стану это слушать и воспринимать Я буду избегать этот голос Потому что этот голос врага душ Однако, к сожалению, многие христиане не распознают голос врага Даже если эти слова произнес ученик Иисуса Петр, который пару стихов до этого получил откровение Мы можем получить нечестивый совет от вроде бы набожных людей Если последуем ему, разочаруемся Но, слава Богу, взор Иисуса был направлен на крест Ради предлежавшей ему радости Претерпел крест, пренебрегши посоромления Поэтому мы должны фильтровать то, что нам говорят другие христиане Повернись к соседу и скажи Он говорит сейчас не обо мне Повернись к другому и скажи то же самое Я изучаю Петра и его характер И вот что я увидел Бог предупреждает его о том, что у него есть враг Евангелие от Луки, 22 глава, 31 стих Симон, Симон Вы заметили, что имя изменилось? Заметили, да? Симон, Сатана Он обращается к тому, кому говорил Отойди от меня, Сатана Вот Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу Он обращает эти слова к Петру И теперь посмотрите, что он говорит в следующем стихе Но, я молился о тебе Он молился обо всех нас Дьявол будет просить за каждого из нас Кто знает, кто такой Бог И кто мы во Христе Мы сделали смешенью для него Для Сатаны Если он метил в Петра То метит и в нас с вами Послушайте, у нас есть этот враг Враг желает просеять вас Я видел, как люди проходили через ад И возвращались к Богу Я видел ужасную боль и мучения в жизнях людей Они проходили невероятные испытания и скорби Даже на прошлой неделе Я видел отца и мать, которые похоронили своего ребенка Но их руки были обращены к Богу во время похорон Они поклонялись Иисусу Я думаю об этом стихе Но я молился о тебе Сатана просил за тебя, но я молился о тебе Чтобы не оскудела вера твоя Я хочу сказать тебе сегодня Иисус молится о тебе Чтобы твоя вера не оскудела Я уверяю вас Бог отвечает на молитвы Иисуса Я думаю самое время Встать и прославить Господа Прямо сейчас На этом месте Если ты знаешь Господа Поднимайся Иисус молится Богу О том, чтобы вера ваша не оскудела Вы будете проходить испытания своей веры Враг противостанет Против вас может ополчиться весь ад Но уверяю вас У вас есть Спаситель Искупитель Лев из колена Иудина Он молится о вас Чтобы ваша вера не оскудела Воздайте ему славу Евангелие от Марка, 14 глава Смотрите Иисус говорит со своими учениками Все вы соблазнитесь обо мне Поражу пастыря И рассеются овцы Иисус здесь имеет в виду себя И своих учеников Но после сего я воскресну Я буду поражен Но вернусь к жизни Наверное, вы плохо расслышали Я повторю Я буду поражен Но возвращусь живым Вы можете разрушить этот храм Я в три дня восстановлю его Я предваряю вас в Галилее Петр говорит Даже если все соблазнятся Но не я Я его обожаю Даже если все соблазнятся Но не я Может они на это не решатся Но я уверяю тебя Иисус, я кремень На меня ты можешь положиться Я тебе обещаю Они все могут тебя бросить Но только не я На что Иисус отвечает Петр Дружище Ныне В эту ночь Прежде нежели дважды пропоет петух Ты уже трижды отречешься от меня Но Петр с еще большим усилием говорил Нет Хотя бы мне надлежало и умереть с тобой Не отрекусь от тебя И все говорили так же И я И я, Господи А Иисус им сказал Что все они соблазнятся о нем Но Петр единственный Кто возразил Ни за что Только не я Петр, ты трижды отречешься от меня Прежде чем дважды пропоет петух И казалось Петру самое время замолкнуть Но другие ученики Тоже начали убеждать Иисуса Что не оставят его Если нужно, умрут за него Вот смотрите 14 глава 66 стих Когда Петр Был на дворе внизу Пришла одна из служанок Первого священника И увидев Петра греющегося И всмотревшись в него Кого-то он мне напоминает И всмотревшись в него Сказала И ты был с Иисусом Назарянином Он отрекся, сказав Не знаю И не понимаю, что ты говоришь И вышел вон На передний двор Еще в другой раз Подходит к нему и говорит Точно Ты был с этим человеком Но он говорит Я не знаю О чем ты тут говоришь Он осознал, что сделал Именно то О чем Иисус его предупреждал Он говорил себе Я даже служанке Не смог признаться Что знаю его Он отошел оттуда И, пожалуй, подумал Ну, больше это не повторится Я не отрекусь от него Потом подошла девочка-служанка Ох уж эти маленькие девочки Достают Правда? Вечно они травят Правду матку Это даже раздражает Ну, я имею в виду Всех детей Не только девчонок Эй, ты Жирный Ты худоба Слышали такое? А почему у него Только одна нога? Дети говорят Такое вслух Они не фильтруют Разговор Говоря о том, что Петр Один из них Она осуждает его на смерть Потому что фарисеи Готовы казнить любого Если бы он не отрекся Возможно, его ждали бы Серьезные проблемы И вот он отрекся От Иисуса Еще один раз Ах Опять Все из-за этой девчонки И потом еще один человек Стоящий вблизи Петра Сказал Конечно Ты один из них Ты галилеянин И вот что делает Петр Он начал клясться и божиться Он употреблял такие слова Какие никогда бы не стал говорить Последователь Иисуса Он выражается так Чтобы всем вокруг Было понятно Что, возможно, он и выглядит Как галилеянин Но на самом деле Он простой Старый рыбак Видавший виды Который может Затянуть так Что мало не покажется О чем это вы «Пип» — здесь. «Пип» — говорите. Снова «Пик» и сплошной «Пик». Он выругался так, что они были в шоке. Закройте уши детям. Мы с вами закрываем на это глаза. Но факт остается фактом. Петр в тот момент реально ругался как сапожник. Он клялся и божился. Он ругался матом. Но потом он вспомнил слова Иисуса, сказанные ему. И петух пропел во второй раз. Иисус сказал, прежде чем дважды пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. Петр сильно заплакал. В другом Евангелии сказано, что в этот самый момент, когда Петр отрекся от Иисуса в третий раз, их глаза встретились. Иисус взглянул на Петра. И когда они встретились глазами, я не думаю, что Петр увидел в его взгляде что-то такое вроде, ну я же говорил тебе, а ты не слушал. Думаю, Иисус наоборот. Пытался его утешить. Не переживай. Я знал, что ты это сделаешь. Петр был полон вины и стыда. Как я мог так поступить? Я же обещал. Я же всем сердцем верил, что это никогда не повторится. Библия говорит, что Петр горько заплакал. Я думаю, что многие люди, которые нарушили свои обещания, данные Богу, если бы они заглянули в глаза Иисуса, то увидели бы в них, что Он все еще вас любит. Вы Ему что-то обещали, но не сдержались Своего обещания. Я вас уверяю, если бы вы заглянули в глаза Иисуса, Он бы не смотрел на вас с осуждением. Он бы смотрел на вас с добротой в глазах и говорил, «Я молился за тебя». Аминь. Надеюсь, вам понравилась проповедь. Если вы зайдете на наш сайт SteveKelnyTV и дадите нам знать, что вы смотрели нашу сегодняшнюю программу, то я буду рад выслать вам в подарок книгу в благодарность за то, что вы смотрите ее. Хочу молиться о том, чтобы сегодняшняя проповедь проговорила к вам. Если вы осознаете, что не живете для Бога так, как жили раньше, или сегодня вы поняли, что Бог реален и хотели бы принять Его в свою жизнь, помолитесь этой молитвой вместе со мной и скажите очень простые слова. «Иисус, я прошу тебя прямо сейчас, войди в мою жизнь и сделай себя реальным для меня. Я принимаю тебя как своего Господа и Спасителя. Во имя Иисуса. Аминь». Итак, дайте нам знать, если вы смотрели эту программу сегодня. Я вышлю вам подарок. Знаю, он вам понравится. Эта программа транслируется во всей округе Хэмптон-Роудс. Я бы хотел, чтобы вы всей семьей посетили служение Церкви Волна. У нас прекрасные программы для детей и молодежи. Все адреса и время служений вы найдете на нашем сайте. Поэтому приезжайте всей семьей. До следующей недели благословений всем вам. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания. Церковь Волна расположена в разных регионах США. Для получения более детальной информации о нашей Церкви, времени и месте богослужений, посетите наш веб-сайт. Дорогие телезрители, мы находимся в Хэмптон-Роудс. Я хочу предоставить вам возможность стать партнером нашего служения. Вы можете принять решение либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Помогите нам распространить это послание как можно большему количеству людей. Наша программа транслируется в России и также на Среднем Востоке. Телевизионное служение в Хэмптон-Роудс существует за счет поддержки партнеров. Я верю, что это телевизионное служение приобретет национальный и международный характер. Бог дает нам передавать послание, которое приносит жизнь. Без вашей поддержки мы не сможем продолжать это делать. Поэтому я призываю вас зайти на наш сайт в раздел «Партнерство». Вам будет предоставлена возможность либо поддерживать нас ежемесячно, либо сделать одноразовое пожертвование. Да благословит вас Бог! Идя путем тех, кто следовал за Христом, вы обнаружите, что этот путь идет всегда вверх. Этому миру нужны люди, которые будут говорить истину в любви и принесут порядок посреди хаоса, кто будет светом во тьме. Выпускники, пастор, учителя, поклонники, мечтатель. Займите свое место среди них, не бойтесь. Это ваше время, это ваша история. Мы будем поклоняться ему и величать его среди наших испытаний. Этот человек являет любовь изгоем и тем, кого никто не любит. Весь мир хочет идти за ним, следовать за ним. Общайтесь с неверующими, чтобы делиться с ними тем светом, который находится внутри вас. Поверьте, Бог — твой работодатель, твой источник и твое обеспечение. Он восполнит все твои нужды по богатству своему. Поверьте, Бог — твой, 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 т